Сегодня мы хотели бы поинтересоваться мнением молодежи о происходящем в стране и, в частности, о так называемых поправках. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, о чем сейчас идет разговор и обсуждение этих поправок? В принципе, я думаю, наверное, положительное, потому что обсуждали все-таки все равно, что думают. Но по поводу этих поправок, естественно, есть вопросы. То есть, как они будут проходить? Что-то изменится или нет? То есть, тоже какие-то есть сомнения по этому поводу. А вот такой вопрос. Как вас не напрягает, если так можно выразиться, то, что там одна из поправок, это то, что Путина можно еще раз будет баллотироваться там еще много-много раз? То есть, еще лет 50 до управления. Вы готовы жить? Естественно, вот это вот самое большое и сомнительное изменение, которое меня не очень радует. Скажем так, не очень, а очень сильно негодую из-за этого. Да, 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 да. Тем более, что вы же, наверное, знаете, да, они планируют либо за, либо против. Поправки все идут в совокупность вместе. Это вас напрягает. Вы не хотите больше проговорить? Я думаю, я тоже. Всему свое время. Всему свое время. А экономически, как вы смотрите? У нас существует в стране, скажем, то, что называют рыночной экономикой? Ну, ваше мнение, от себя? Ну, отчасти, да. Я почему-то задаю этот вопрос. Смотрите, по всем мере сейчас падение цены на мир дешевеет бензин. А у нас в стране он не то, что не дешевеет. Вот задумайтесь, у нас даже не было такой попытки воздействия мировой экономики, как Минфин. То есть, да, вдруг заявляют, никакое снижение цен не будет. То есть, это лишний раз говорит о том, что у нас нет рыночной экономики, в моем понимании. А просто вот кому-то хочется поднять цену или не хочется? Ну, это правда. Я с этим согласен. А вот как молодое поколение, вот ваши сверстники, вообще вот реагируют на происходящее? Ведь, в принципе, будущее за вами все равно, как вода народа. У кого-то есть свое мнение, у кого-то нет, у кого-то все равно. Мне, например, не все равно, как есть, конечно, что будет дальше. А у меня это волнует, правда. А вы на кого, если не секрет, обучите себе, работаете? Ну, то есть, проживаете. Я в этом городе второй день. Я живу в городе Иваново. Вот, а так я уже шесть лет работаю на скорой помощи. Очень хорошо, это хорошая профессия. Ну, и тогда последний вопрос. Ну, а вы Ивановым вообще, как вот сейчас люди реагируют? Ну, плохо. То есть, естественно, все это обсуждают, да. Все это обсуждают и так правильно. Ну, вот, а главное, мы очень плохо. То есть, все, что дальше маска, это совершенно другой. Скажем так, седьмой круг дантового ада.